Площадка Брестского теннисного корта стала местом притяжения юных теннисистов, их родителей и тренеров. Все они собрались для того, чтобы провести открытый республиканский турнир по теннису «Золотой мяч». Участниками турнира стали спортсмены в возрасте от 4 до 12 лет. Это республиканский турнир, он заявлен в календаре БТФ. Все очки и результат мы подаем в Белорусскую теннисную федерацию, они просчитывают очки и уже начисляют рейтинговые очки игрокам. У нас 30 участников, игроки приехали из Минска, из Гродно, из Бреста. Несмотря на то, что в турнире участвовали дети, страсти на корте кипели. Каждому участнику хотелось проявить себя и показать в полной мере то, на что он способен. Особенно важно было попробовать свои силы в борьбе с сильными соперниками, ведь многие из них занимаются этим видом спорта не первый год. Кроме того, у каждого спортсмена была поддержка, его родители, которые с нескрываемым волнением следили за игрой. Каждый родитель на первоначальном этапе экспериментирует, пробует. Мы пробовали, что все, плавание, бег, какие-то единоборства, мы пробовали легкую атлетику и все остальные моменты. Но пришли на теннис. В теннис есть какое-то олицетворение, может быть, какой-то олицетокротичности, физкультуры, спорта, разумности и вот этой последовательности действий. И очень хорошо, что в теннисе никогда не отключается голова. В теннисе есть физика, в теннисе есть разум, в теннисе есть логика и последовательность действий. Участие в спортивных баталиях всегда предполагает наличие аутсайдеров. Но проигравших в турнире не будет. Об этом позаботилась страховая компания «Белнефтестрах». Приятные подарки получил каждый игрок. Год своего тысячелетия наш город изобил различного рода событиями, культурными, спортивными. У нас были очень большие победы спортивные в этом году. Но все эти спортивные победы начинаются вот с таких вот турниров, которые проводят сейчас здесь. Это именно с юношей, с детей, которые начинают делать первые шаги в спорте. Турниры такого плана помогают юным теннисистам плавно войти в спортивную жизнь, попробовать себя и свои силы, а также отметить достигнутые вершины и стремиться к новым высотам. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.